Володя, не прошло и недели, как мы с тобой опять встретились И вот хотелось бы сегодня поговорить Тоже интересная тема, как нам показалось, когда мы с тобой предварительно обсуждали Это вопрос изобразительного искусства Я знаю, что ты интересуешься художниками, интересуешься их работами Современными течениями в живописи И я еще знаю, что ты хорошо был знаком и сейчас знаком с Михаилом Шемякиным И вот ты, наверное, можешь рассказать о нем, как ты с ним познакомился, когда ты познакомился И о ваших каких-то взаимоотношениях Вот примерно так Я думаю, что многим нашим, кто смотрит мой канал, зрителям будет это интересно послушать и посмотреть Ну, Михаила Шемякина я знаю уже очень давно Познакомились мы в 1981 году в городе Нью-Йорке Когда я жил еще в советском Ленинграде, до своей эмиграции в Америку Я Михаила Шемякина не знал Я о нем слышал Мне много о нем говорили А как я это узнал, я кратко сейчас расскажу Значит, когда я жил до эмиграции в Ленинграде У меня всегда, как ты уже сказал, был интерес к живописи, к разным художникам и прочее, прочее Вот Но в то время мне все художники Это, они не то, что не нравились, а мне не было к ним какого-то большого интереса А мне больше нравились творчества художников, которые делали что-то не по-советски Эти люди, они, их называли в то время художники-нонконформисты То есть те художники, которые не хотели следовать догмам соцреализма И указаниям партии и правительства и так далее и тому подобное Очень многие эти художники, они, как правило, собирались в таких местах Куда приходила иногда КГБ или приходила милиция И разгоняли их Это были такие места, вот, например, на углу Владимирского проспекта и Невского проспекта Был такой известный Сайгон Вот эти художники-нонконформисты собирались там Они пили кофе, говорили об искусстве и прочее, прочее И мне просто было интересно Я сам не художник Но меня всегда тянуло вот к этим художникам К художникам, которые были такие свободные в своих рассуждениях Ну и, в общем, в процессе всех этих, как сейчас в России говорят, тусовок, сборищ Я перезнакомился довольно с разными художниками Нонконформистами, о которых, может быть, сейчас тоже в России помнят Был такой интереснейший художник Его звали Евгений Рухин Евгений Рухин, это была вообще выдающаяся личность Он был высоченного роста У него борода была У него были длинные волосы И он все... Он не боялся советской власти совершенно Он говорил такие вещи, что даже те люди, диссиденты какие-то, которые туда приходили Они даже это боялись Вот И его искусством, его творчеством интересовались западные дипломаты Американские дипломаты, немецкие дипломаты и прочее И вот очень... Я сейчас дойду до Шемякина тоже Евгений Рухин, он был интересен тем, что его приглашали Вот многих этих некоторых нонконформистов-художников Приглашали там в американский консулат, чтобы они пришли или что-то еще Многие боялись, потому что, как ты понимаешь, могли остановить Но не Женя Рухин, который пер просто к этому самому американскому посольству Но он еще и выглядел как-то по-западному И они, в общем-то, его даже не останавливали Ну, значит, может быть, интересно будет тоже узнать людям в России Что с именем Рухина была связана очень загадочная история Евгений Рухин, у него была небольшая студия Где он работал и прочее, и прочее И, конечно, всегда туда заглядывали представители власти Смотрели, что он там рисует Ну, в общем, ничего не понимали В основном так его не трогали и уходили Вот Но однажды случилась такая очень трагическая история В студии Евгения Рухина случился пожар Там было несколько художников Один из которых был моим близким другом Его зовут и звали, он умер в Нью-Йорке Евгений Исауленко Он был близкий друг Шемякина Вот, и вот, значит, происходит этот пожар Ну, и что скрывать? Все эти люди, и Рухин, и Женя Исауленко, и другие люди Они были довольно сильно выпившие Вот, и когда, видно, некоторые даже баловались наркотиками Понимаете? Понимаешь? Вот, и когда, значит, произошла эта история Пожар То Евгений Исауленко, еще несколько человек, жена Жени Исауленко Они в этом пожаре погибли Даже так А Женя Исауленко Он, будучи сильно пьяным Каким образом, я потом с ним разговариваю Вот Потому что он эмигрировал тоже В 80-м году Он эмигрировал вначале Уехал к Шемякину В Париж Вот А потом они вот с Шемякиным вместе приехали В Нью-Йорк И в Нью-Йорке Я с Евгением, Женей, потом говорил Я говорю, Женя, а что случилось тогда в студии Рухина? Он говорит, ну что случилось? Мы, говорит, сильно выпили Мы, говорит, были в таком полноменеменяемом состоянии И произошел пожар Я говорю, ну ведь сейчас Идут разговоры такие О том, что Чуть ли не КГБшники устроили этот пожар И так далее Потом Но он говорит, что Ну, наверное, это просто разговоры Потому что на самом деле КГБшники нас прессовали Они нас травили Но чтобы был приказ Сжечь студию Евгения Рухина Говорит, я думаю, что это не было Мне просто повезло, говорит Я выпрыгнул в окно Женя мне рассказывал Но это предыстория Да, 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 понятно Вот И Уже в конце Да, в начале 1981 года Я узнаю В городе Нью-Йорке Жил такой Вернее, издавалась газета Она называлась Новый Американец Редактором этой газеты Редактором этой газеты Был Сергей Довлатов Вот Я его знал, но Скажем, не очень близко Мы пересекались там И прочее Вот И я эту газету Конечно, читал Я беру Я беру Эту газету Новый Американец И вижу Фотографии Женя Исауленко А Женя Исауленко Довольно близко Знал Довлатова Еще в Ленинграде Они тоже Там В Сайгоне И прочее Встречались Женя Исауленко Он же уехал в Париж Я знал, что он уехал в Париж Потому что он пришел ко мне И сказал Все, Владимир, я уезжаю Мне дали это самое Мне дали разрешение Я уезжаю В Париж К Шемякину Это были его слова И вдруг Я читаю Интервьюж Женя Исауленко Который находится В Нью-Йорке Оказался Да Я его, конечно Быстро и довольно нашел Я говорю Женя Ты же уехал в Париж Он говорит Да, я был в Париже Я говорю А как ты в Нью-Йорке-то оказался Он говорит Ну, ты же знаешь Я был в Париже с Шемякиным Вот И у Шемякина возникли там Проблемы во Франции Ну, я могу кратко рассказать Дело в том, что Когда Шемякин уехал в 74-м году И он, в отличие от других художников Стал очень таким Коммерчески успешным художником Ему помогала одна женщина Которую он знал Ее звали Дина Вильни Она была сама Одесситка Которая уехала После революции Сразу она уехала Во Францию Ну, как многие тогда уезжали Вот И там она Она была очень известна В мире искусства И прочее И так далее И там подобное Вот И Она была очень богатая женщина И вот, значит От скуки парижской Она Решила посетить Свою историческую родину Ну, не Одессу А вообще Россию И где-то Вот Как раз Вот этот подъем Этих Нон-конформистов Она приезжала в Москву Она приезжала в Питер И она Знакомилась с этими Художниками Нон-конформистами Она говорила по-русски Великолепно Она родилась в Одессе Ну, и потихонечку Они ей дарили картины Ну, да Она эти картины Возила во Францию И прочее И прочее Вот Ну, я так понимаю Что, значит Шемякину Она уделила Какое-то особое внимание Потому что Наверное Я Этого точно Сказать не могу Но я знаю Что Она Брала Какие-то Шемякинские работы А в Париже Здесь говорили Что вот этот художник Вот этот Он Очень талантливый И он будет Здесь продаваем Во Франции Вот И, в общем-то Шемякин Уехал Со своей женой Во Во Францию Но В отличие От других Людей Которые уезжали Эти художники Они ехали В никуда А Михаил Шемякин Приехал К К Дине Вивни Которая Уже Узнала По Советскому Союзу И она Ему Очень помогла Она Чтобы его там Картины продавались И так и подобные Вот И вот, кстати, там Он когда стал Надо сказать Что Шемякин Сделал довольно Очень много Хороших дел Потому что Он Не просто деньги Зарабатывал Там на своих Картинах Но он Использовал Эти деньги Там он Издавал Журнал Аполлона В искусстве Шемякин Значит Записывал Алюша Дмитриевича Студийную запись Это было тоже Потрачено Это он тратил Свои собственные деньги Вот Но Как всегда Это бывает Значит Он какие-то Недоплачивал Там налоги Из того Что он получал Вот И Вынужден был Из Франции Уехать Потому что Ему налоговое управление Предъявил Он был еще Такой Довольно Внушительный Ну и Шемякин Сказал Что Почему я должен Это самое Платить В общем Он Уехал В Америку Ну и Наверное Вторая его мысль Была Что Франция Уже там Немножко Искусство Загнивает И становится Чересчур Такое Коммерческим Прочее Он думал Что В Америке У него Будут новые Горизонты Вот И Значит Я нашел Вначале Исауленка Близкого друга Шемякина Да И Я говорю И так И вот Он Как раз Евгений Исауленка Женя Которую я знал Еще в Питере Художник Нонконформист Он меня познакомил С Михаилом Шемякиным Вот Ну и В общем Жизнь Михаила Шемякина И в Нью-Йорке Он продолжал Зарабатывать Довольно Приличные Деньги Потому что Он в Америку В отличие от Многих Других Художников Приехал уже Признанным Таким Художником Его Работы Продавались По значительным Довольно Ценам Таким Был такой Галейщик Эдуард Нахампин Вот Ну его Значит Он Был Что называется При деньгах Ну и Любил погулять Ну естественно Вот А я Значит Он У него Он снимал себе Хорошую квартиру Такую Пентхаус Называется Там Это квартира Из многих Комнат И Значит А я Женя Женя Сауновенко Приходил К нему В гости И вот Когда я Рассказывал Этот эпизод С Алешей Дмитриевичем То я Значит Находился У Шемякина Непосредственно Вот В его Штаб Квартире Когда Шли Все эти Переговоры О том Чтобы Дмитриевич Приехал И прочее И прочее Поэтому Так подробно И знал Поэтому я подробно Все это знал Вот И вот Значит Мы Ездили По ресторанам Мы В общем Мы вместе Проводили Довольно Много Времени Я И Сауленко Шемякин И прочее Хотя В общем-то Я Как бы Самое Я как бы Был просто Часть Группы У Шемякина Собирались Там В его квартире Многие Художники И не художники Значит В России В прошлом году Кажется Умер Такой Лимонов Писатель Эдуард Лимонов Лимонов Туда Приходил Другие Приходили В общем Такая Богема Разношерстная Разношерстная Ну не то Что разношерстная А такая Именно Богема Как говорят Люди Которые Занимались Творчеством Вот И вот Значит Мы с Шемякиным Общались Всегда Там Встречались Потом Когда Ему Нужно Было Какие-то Работы Свои Отвести Куда-то Там На выставку У меня Опять Я был Всегда При машине Мы Возили Все Это Выставляли И А потом Шемякин Значит Пошел Дальше Дальше У него Уже Стало Такое Как Это Производство Искусство И так Далее А я Стал Заниматься Другими Делами Я Стал Заниматься Недвижимостью Там Я Работал Ну Как Покупал Удачно Дома Удачных Продавал Зарабатывал Довольно Делее Деньги Но Тем не менее Мы Сам Мы Связь Поддерживали Всегда А В конце Восьмидесятых Годов В Америке Случился Очень Такой Кризис Вот Связанный С Недвижимостью И Я Стал Потихонечку Все Свою Недвижимость Там Терять И Топодобное Там В общем Короче К Распаду Советского Союза У меня Осталось Там Буквально Где-то Два Три Дома Которые Я сдавал И прочее Но Когда Советский Союз Рухнул То Я Значит Я приезжал Уже В Россию Советский Союз Еще Меня Пустили То Я Стал Устанавливать Связи С Теми Людьми Которые Были Тоже Называем Underground Там Еще Такое Слово Underground И Я Был Такой Он И Есть Сейчас В Русском Музее Александр Боровский Очень Известный Такой Часть Такого Музейной Системы Новый И Я Подумал Что Я Же Могу Это Самое Я Же Могу Устраивать Выставки То Есть У Меня Я Сам Художественного Таланта Совершенно Не И И Не 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 Я Подумал Что Поскольку Я Знаю Художников Здесь Художников Знаю Там Художников Знаю То Я Могу Что Организовывать Что Выставки И Вот Значит Я Не Я Не Организовывал Выставку Шемякина Потому Что У него Уже Была Своя Дорога Он Сам Семя Все Организовывал И Вот С Этого Началась Моя Деятельность Связанная С С Этим С Выставками С Выставками Разных Работ Это Тоже Был Такой Интересный Случай В Моей Жизни Значит Я Был В Питере И Мой Знакомый Один Который До сих пор Работает В русском музее Борис Толяров Он До сих пор Работает В русском музее Он Сказал Володя Как бы Нам Как бы Нам У нас Есть Великолепные Рисунки Детей Которые Вот Здесь Занимаются Талантливые Говорят Люди Может Ты Говорят В Нью-Йорке Найдешь Место Где Их Можно Выставить Я Говорю Ну Вот Это Такая Хорошая Идея И Тогда Один Из Художников Американец Он Меня Познакомил С Удивительным Человеком Который Сыграл Очень Кстати Такую Довольно Ключевую Ключевую Роль Моей Судьбе И Жизни Его Звали Ал Орензанс Он Был Из Испании Он Родился В Испании Его Брат Очень Известный Художник Его Завод Анхель Ронзанс Шемякин И Анхель Ронзанс Друг 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 Знали Вот И Получилась Такая Случайность Мой Приятель Американец Узнав О том Что Я Ищу Место Где Можно Выставить Рисунки Он Сказал Говорит А есть Такое Место Вот Я знаю Одного Человека Вот У него Великолепное Место Это Это Бывшая Синагога Это Была Синагога Которая Была Построена Немецкими Евреями В Манхэттене В Нижней Части Манхэттена Она Была Построена Вот Само Здание Было Построено Как Не Синагога Потому Что Архитекторам То есть Немецкие Евреи Которые Эмигрировали В Нью-Йорк Они Наняли Не Евреи Немца Которые Вот Эту Архитектурную Архитектуру Дал И Эта Архитектура Была Копия Фернского Собора То есть Это Католическая Синагога Получилась Такая Синагога Ну да Так оно И есть Синагога Ну которая Находилась В Католике Храме Который построен Как Католиком Вот И вот значит Эта синагога Там Долго я не буду Рассказывать Эта синагога Она была Синагогой Она очень Ну может быть Кому тоже Будет интересно Значит Немецкие Евреи Которые Были В этой Синагоге Они Разбогатели Они стали Более Такими Вальяжными Вот И они Ушли в Другое Место И Синагога Эта Перешла К Нашим Ребятам То есть Евреи Из Белоруссии Они Стали Они Стали Белорусские Те которые Говорили И по-русски И на-идыш На-иврейском Мазыке Вот И Перешла В руки Вот этих Вот Евреев Из Белоруссии Которые Приехали Кстати Из города Белоруссии Который Называется Слоним Или Слоним Есть такой Город Под Витебском Да И И Вот Значит Это были Религиозные Евреи Ортодоксальные Евреи Там они Собирались Для молитвы Но не все Евреи Которые Там Собирались Собирались Там Для молитвы Потому Что Вместе С этой С этой Волной Еврейских Религиозных Эмигрантов В Америку Приехали Революционеры Террористы Всякие То есть Евреи По рождению Но Для которых Уже Главным Был Карл Маркс Вот И вот Значит Синагога Это значит Такое место Где люди Приходят Молятся И прочее И прочее И часть Синагоги Это Чтобы Такое Называю Такое место Куда приходят Евреи Неверующие Но Как бы Им Объясняют Что Вернитесь Назад В лоно Нашей Иврейской Веры Вот И вот Значит Это мы Говорим До 1917 Года И вот В это место Где там Их там Бесплатно Кормили Этих Людей И говорили Что Вы должны Понять Что Еврейская Вера Это вера Наших Отцов И так далее И там Подобно Они значит Пили там Чай Слушали И ждали Когда этот Пропагандист Уйдет Как только Пропагандист Этого Религия Иудаизма Уходил Они Начинали обсуждать Свои злободневные Ну да Самые Проблемы Как свергнуть Мирового пролетариата Как поставить Мирового пролетариата Во главе Всего В мировом масштабе Всех Равинов Повесить Всех Попов Перестрелять Вот Самый Говорливый Самый Говорливый Который Там Был Был Очень Такой Высокообразованный Говоривший Кажется На нескольких языках По-английски Неплохо Говоривший Человек Который Известен В России Как Троцкий На самом деле На самом деле Когда он был В Америке Он называл себя Лейба Бронштейн Вот И вот Этот Лейба Бронштейн Он же Троцкий Будущий Революционер Подруг Ленина Он и Произносил Эти речи Всех Попов Перестреляем Этих Равинов Тоже Перестреляем Ну Богобоязненный Явлей Один Который Подошел И стал Слушать О чем же Эти люди Говорят Которые Хотят Привезти К Богу Пробежал К Равину И говорит Ребе А вот Эти Люди Которые Внизу Находятся Ты вообще Знаешь О чем Они говорят Он говорит Ну Они обсуждают Какие-то Наверное Свои дела И прочее Но Со временем Говорят Ты не беспокойся Они со временем Все станут Верующими Они станут Хорошими И прочее Он говорит Они не станут Хорошими Тот Который Пришел Они говорят Говорят О том Как всех Равинов Нужно Перестрелять И вообще Религия Это опием Для народа Володя То что ты Рассказываешь Это С чьих-то Слов Ты рассказываешь Это история История Кто это Рассказывал Сейчас я тебе Скажу Это значит Вот Этот Ал Орензанс Который Был Уже Когда я Пришел К нему Организовывать Вот эту Выставку Русских Детей Из Питера Он По образованию Социолог И он Учился В Лондоне И он Изучал Социологию И Когда Он Со своим Братом Взял Под контроль Вот это Здание Это уже Было не Синагога Он Он Поднимал Там Все Архивы Он Поднимал Что там Происходило Он Документы Какие-то И Этот документально Зафиксированный Факт Был Записан О том Что вот В каком-то 1915 Это До Революции Потому Что после Революции Как мы Все знаем Троцкий Получив Значительную Сумму Денег Из Америки Отправился В Россию Делать Революцию Это Не секрет Американские Банкиры Дали ему Довольно Большое Путь Оттуда Он Начал Да Он Принес Деньги Нет Он Путь Начал Еще В Россию И Вот Эта И История С С Троцким Бронштейном Это То Что Там Где Я Работал Почти 20 Лет Вот В Бывшей Синагоги Это Все Находилось У Этого Алла Орензанца С Которым Я Предложил Сделать Выставку Русских Детей Этих Рисунка И Мы С Ним И Он Я Так Хорошо Все Организовал Он Сказал Говорит Слушай У тебя Есть Талант Организации Разных Таких Мероприятий Выставок И Прочее Почему Ты Не Стал Частью Моей Команды Вот Ну У него Конечно Были Свои Еще Замыслы Да А Замыслы У него Были Чтобы Я Имеющий Связь С Россией Устраивал Для его Брата Он Брат Его В России Был Мало Известен А Ангел Он Он Был Известен В Испании Он Был Известен Во Франции Он Был Известен В Америке Но В России Его Не Знали Вот А И вот Значит Он Говорит Владимир Как бы Ты Ты же Бываешь В России Там Что То 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 Как бы Ты Сделал Для Моего Брата Выставку Там Вот И Я Значит Там Договорился Чтобы Вначале В Москве Была Небольшая Такая Перформанс Он Сделал Вот А Потом Наступил 2003 Год Я Уже Там Несколько Лет С ним Сотрудничал Вот И Значит Ал Мне Говорит Слушай Говорит Будешь Трехсотлетие Санкт-Петербурга Там Будет Огромное Огромное Празднование Там Будет Большая Культурная Программа Как бы Вот Сделать Таким Образом Чтобы Ангель Орензанс Мой брат Принял Участие В этом В этом В этом В событии В событии Да Но я Стал думать 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 А Шемякин К тому Времени Уже Поставил Памятник Петру Петропавловской Крепости Вот Я думаю Шемякин Поможет Вот Я позвонил У нас Шемякину Я говорю Миша Я говорю Вот такая Такая История Ты же знаешь Ангеля Орензанс Он говорит Да Знаю Неплохой Художник Кстати Говорит А что Я говорю В Питере В Питере Ангель Ангель Он делал Такие Перформансы Это была Не выставка А выставка Там уже Все было Схвачено С выставками И прочее А нужно было Что-то такое Сделать И Ангель Делал Перформансы Он работал С объектами Такими И он сказал Ну вот Говорит Ангель Передай ему А может Устроить Перформанс У моего Памятника Петру Первому Вот Говорит Спроси Его Понравится Моя идея Не понравится Вот Я значит Аллу Ну Алл Был Брат А Ангель Это художник А Алл Был Вот как раз Это человек Который Этим центром Заправлял Я говорю Ну вот Алл Тоже Про Шемякина Знал И Я говорю Вот Шемякин Михаил Предлагает Такой вариант Годится Нормально Скажи Что мы согласны Там прочее Его значит Мы В 2003 Году Был Произведен Этот самое Совместный Такой проект Шемякина И Ангелия Орензанца Там была пресса Ну пресса было Не очень много Там И вот Кстати туда Как раз Фукс В это время Находился Фукс Про которого Мы уже говорили Да Фукс Как раз Находился в Питере Вот И я его тоже туда пригласил И он тоже туда пришел И там была Значит Одна женщина Которая Она все это снимала Это все на интернете Можно найти Когда Ангель Стоит Мы там У меня есть Такая даже фотография Когда мы все Втроем стоим Шемякин Там Фукс И прочее Вот И вот Значит В 2003 Году Мы сделали Довольно Такой Ну не грандиозный Но такой Значительный Проект Вот Это Благодаря Шемякину Он сказал Что вот Давай это сделаем И после этого Я стал В России Организовывать Выставки То есть Таким образом Ангель Уоррен Занс Там была пресс-конференция На пресс-конференции Выступал Шемякин Он сказал Что это вот Такой художник Я его знаю У него Очень интересное Творчество И прочее Прочее Вот Ангель Там речь По-испански Говорил Я Немножко Переводил Вот И потом После этого Значит Началась Моя Деятельность Которая Продолжалась Вот До 2017 Года Я постоянно Устраивал Выставки В Нью-Йорке В этом арт-центре Я выставлял Там Художников Которые Организовывал Выставки Художников Которые Эмигрировали В Америку Вот А Здесь Я делал Музейные Выставки Для Ангеля Орензанса Значит Была Выставка Здесь В Русском Музее Его Инсталляции Потом Есть Такое место Румянцевский Дворец Такой На Английской Набережной И я С ним Довольно Долго Работал Потом В Москве Я Делал Выставку Отделение Музея Пушкина Там У них Выставочный Зал В общем Мы довольно Плотно Плотно С ним Вместе Работали С этим Ангелем Потом Я Еще Сюда Привозил Одного Американца Вот Ну Шемякина Мы Всегда Как Это Сказать Всякий Раз Когда Я Оказывался Здесь У него Центр У Шемякина Здесь На Садовой Улице Я Всегда К нему Туда Приходил Мы Всегда Там Говорили Ну Уже Мы Просто Общались Но У нас Как Уже Не Было Совместных Каких Проектов Потому Что Миша Шемякин Вел Свою Линию У него Уже Был Центр Ему Дали Центр А я Просто В 2009 Году Я Кстати Смог Устроить Выставку Для Этого Испанца Вот Ангелия Урензанца В Эрмитаже Но Не В главном Здании Эрмитаже А В В здании Главного Штаба Там Великолепный Есть Выставочный Зал Вот И я Знаете По своим Каналам Там Договорился И его Там Выставили И я В общем-то Вот Начиная Где-то С 95 Года По 2017 Год Я Занимался Исключительно Вот Этой Вот Выставочной Деятельностью Вот И И Таким Образом Просто Я хочу Сказать О том Что Ну Тут Я могу Еще Сказать Про Этого Алла Орензанца Я Обязан Просто Сказать Дело В том Что Этот Человек Был Очень Образован Он Был Он Ты Знаешь Был Такой Фильм Польский Рукописи Найденные В Сарагосе Да Я Помню Да Вот Они Из Сарагосы Аллу Рензанц И Его Брат Ангел Рензанц Они Из Той Части Это Арагон Они Оттуда Я Очень Много Узнал У него От От Про Про Историю Про Историю Вот Этого Места Манхэттена Где Находилась Вот Эта Бывшая Синагога От Него Я Еще Узнал Такие Вещи Совершенно Неожиданные Значит Кроме Революционеров И Троцких И Прочее В Америку В Начале Века До Революции Еще Уезжали Люди Такие Интеллектуалы Большинство Это были Евреи Образованные Адаптированные Эмансипированные Или как это правильно Евреи Которые Знали Очень Много О русской Литературе О русском Театре И Прочее Прочее Но Значит Я хочу Рассказать Сейчас Интересную Вещь Такую Что Вот Здесь На Норфолк Стрит На Норфолк Стрит В части Манхэттена Находится Вот эта Бывшая Синагога Ну Если Пройти И Вот Все Ну Не все Там Несколько Синагог Но Эта Синагога Она Была Самая Необычная Потому Что Она Была Католическое Здание Католическое Здание Расповеду Это Была Католическая Церковь На самом деле Это Была Синагога И туда ходили Тоже Вот в это Место Но Они Правда Друг друга Не любили Ходили Еще Интеллектуалы Эти Интеллектуалы Приходили Они О революции Не говорили Они Они говорили О искусстве Они говорили О театре Вот И Значит Как же его звали Александр Либерман Как же его звали Он Знал Очень Он Был Фанатиком Фанатом Как сейчас Говорят Системы Станиславского И он Значит С группой Своих Людей Которые Тоже Знали Системы Станиславского Это мы говорим В Нью-Йорке Все происходило Он Организовал Кружок Изучения Системы Станиславского Один Из Один Из Студентов Который Ходил В этот Кружок Он Был Американец Вот Он Это Все Выучил И Он Решил Что Это Можно Это Можно Деньги Зарабатывать Потому Что В то Время Такого Обучения Театральный Институт Или что-то В Америке Ничего такого Не было А люди Они Как-то Сами Там Учились И Прочее Вот И вот Значит Он Эту систему Станиславского Взял За основу Назвал Ее Своим И Потом И И Я Не Помню Его Имени И Вот Я Могу Сказать Интересно Это Может Людям В России Будет Очень Интересно Узнать О том Что Самые Известные Американские Актеры Такие Как Алпачино А потом Марлон Брандо И Прочие Вот Такие Супер Звезды Они Все Учились По Системе Станиславского То Система Станиславского Вот Как Баланчин Джордж Баланчин Он Считается Отцом Американского Балета Так Система Станиславского Является Основной В Обучении Актерского Мастерства В Америке Вот Алпачино Он В Центр Наш Иногда Заходил Ему Нравился Центр Ну Там Мы С ним Сильно Не Общались Ну Он Приходил Там И Прочие Говорили О том О чем Ну Ну Он Заходил Вот И Это Вот Значит Я хочу Сказать О том Как В Америке Иммигранты Иммигранты Из России Евреи Там Не Евреи Или Какие Другие Еще Люди Они Внесли Очень Свою Значительную Большой Вклад В Американскую Культуру Вот И Ну И Вот Этот Центр В котором Я Работал Почти 20 лет Организовывал Там Многие Выставки Я Сейчас Скажу Анекдотический Так Это Не Анекдот Это Настоящая История Когда Рухнул Советский Союз Ты Наверное Помнишь Это Время Конечно Стали Продавать За бесценок Все Вот Эти Артефакты Коммунистической Эпохи Да Конечно Да И Вот Значит Здесь Находится Центр В котором Я Работаю Уранзан Центр А Если Дальше Пойти Туда Такая Большая Улица Хаустон Стрит Называется То Туда Подальше Есть Такая Роскошная Гостиница Отель Очень Такая Там Много Платить Нужно Денег Чтобы Там Находиться За номера И Владелец Этой Гостиницы Посчитал Что Надо Как-то Еще Больше Привлечь Внимание К своей Гостинице Он Он Назвал Красная Площадь Ред Сквер Он Купил Памятник Ленину Владелец Русский Нет Американец Американец Поставил Туда Владимир Ильич Ленин С протянутой Рукой Ну Конечно Он обращается К массам Да И вот Значит Всякий раз Когда я шел Туда На работу К себе В этот Арт-центр Я видел Владимира Ильича Ленина На крыше С протянутой Рукой Да Он довольно Долго Там стоял Владимир Ильич Ленин Те люди Которые В Нью-Йорке Живут Они об этом Знают А Три года Назад Владимир Ильич Ленин Исчез Его С крыши Сняли Ну Как ты сам Понимаешь Пришли Пришли Новые Владельцы Они Посчитали Что Это Дурная Это Вульгарная Шутка Ленин Это Человек Несовместимый Они его Куда-то Убрали Но Это Как бы Связано Уже С моей Это Не только Шемякином Я уже Улёг Сказал О других Вещах Вот И Это Связано С моей Дальнейшей Жизнью В Нью-Йорке И Вот Я вообще Я в Нью-Йорке Чем только Не занимался Я работал Как я уже Сказал В этом В Russian Bear В русском Медведь Вот Потом я работал Там Где Мадону Выгнали Ну да Я понял Это Русская чина Потом 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 Я водил Такси Как многие Эмигранты Вот Потом Я занимался Недвижимостью Я продавал Там дома У меня были Всякие Разные вещи Но я считаю Что Наиболее Интересным Занятием Моим Было За все эти Годы жизни В Америке Это вот Именно Началось Тогда Когда я Пришел В эту Бывшую Синагогу Познакомился С этим Человеком Он Три года Нет Четыре года Назад Он умер Вот Ал Орензанс Его зовут Испанец Высокообразованнейший Человек Я Об этой части Манхэттена От него У него были Труды написаны О Эмигрантах Которые О украинских Эмигрантах Там Там была Там была Колония Такая Украинцев Там колонии Поляки И прочее Там вот такое Вот место было Вот Ну вот По поводу По поводу Менталитета Американцев Я могу Тоже Сейчас Небольшую Шутку Рассказать Не шутка Это было На самом деле Да В каком году Крым Отошел К России В 2014 В 2014 Значит Это было Где-то После 2014 И вот В этом месте Где Украинцы Живут Там Украинский Дом Такой На Второй Авеню И вот Там Стоит Это Самая Там Стоит Демонстранты И на Украинском Там На Языке Написано Путин Агрессор Отдайте Нам Крым Верните Нам Крым И прочее И прочее Вот Ну Я Человек И политический Там Забрали Крым Не забрали Крым Ну Что я могу Сделать Это уже Как бы Внутреннее Дело Украины И России Я живу В Америке Вот Но мне Интересно Это же Люди Там Возмущаются Вот И я Смотрю И они Такие Все Такие Встревоженные Все кричат Отдайте Путин Там То-то-то-то То-то И ко мне Подошла Очень такая Благообразная Старушка Американка И Она Говорит По-английски Мы говорим С ней Она говорит Судя по всему Она мне Говорит Вы понимаете Что эти люди Хотят Я говорю Ну да Я говорю Я понимаю Я понимаю Да А что Они хотят Я говорю Ну вот В России На Украине Было такое место И оно и есть Называется Крым Он значит Был Вначале На Частью Украины А потом Частью России Она говорит Очень интересно А Украина Говорит Это что такое Да Про Россию Потому что Конечно Потому что Россию Называли В советское Время Россию Мир большой Да Она 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 А что это Да А что такое Украина А что такое Украина Я говорю Ну Это такая Страна А А где Это Страна Наход То есть Это женщина Она Смотрит На этот Протест Я То Бывшего Советского Союза Она Просто Вообще Не понимает Что Производ Чем Люди Возмущаются Где Украина Вообще Много Потому что Там Со всего Мира Люди Живут И Везде Что-то Происходит И Конечно Многие Не Понимают Так же Как и Ты Не Понимаешь Когда Что-то Происходит В Многие В Многие В Вот Ну Это Вот Интересный Такой Случай Ну Если Саша Какие-то Тебе